Добрый день, приветствую дорогих друзей из Нью-Йорка. И должен поделиться с вами вопросом, который задал мне в пятницу вечером, то есть в шаббес, вечером в синагоге, сын одного из моих замечательных учеников. При этом отца зовут Моши, и когда-то, 30 лет назад, он приехал сюда, в Нью-Йорк. Ему было тогда, по-моему, 12 лет, он учился у нас в Ешиве Сайной Академии. И слава Богу, мы продолжаем дружить, и он ходит в нашу синагогу, и продолжает учиться. И его дети учатся в той же самой Ешиве, в которой учился он, в Сайной Академии. Подходит его сын Шлома ко мне вечером в синагоге и говорит, у меня есть вопрос. Что важнее, поступок или намерение? Я хочу на одно мгновение, чтобы мы все с вами поняли, насколько важен этот вопрос. Например, если говорить о преступлении, скажем, убийство. Убийство может быть преднамеренное, а может быть несчастный случай. И намерение определяет суть самого поступка. С другой стороны, если говорить, например, о чем-то положительном, скажем, накормить голодного. Один может накормить голодного, потому что хочет сделать доброе дело, а другой хочет прославиться. И хочет что-то получить от этого. Один человек дает, и другой человек дает. Но тот, который дает для того, чтобы что-то получить, это, конечно, называется взяткой. И, конечно, намерение и в этой ситуации тоже определяет и формирует, собственно, суть самого поступка. Тем не менее, Шлома задал вопрос. Ой, какой это был замечательный вопрос. Он спросил. Есть известная история про Ог Мелоха Башан, царь Ог, который был царем Башана. Это где-то на территории, в преддверии Израиля, где-то в Иорданской долине, очевидно, есть такая территория. И там этот царь противостоял евреям, когда они возвращались из египетского рабства в Израиль. И там у нас в Торе написана одна очень важная история. История эта связана с тем, что Моисей, который победоносно шел и всех врагов рассеивал, вдруг перед ним немного, казалось бы, затрепетал, и ему Всевышний говорит, не бойся этого царя. Почему? И тут объясняют наши мудрецы, потому что у него была определенного рода заслуга. И сама идея этой заслуги, она поразительна. Потому что это был такой-такой долгожитель, который, оказывается, еще во времена Авраама пришел к нему и сообщил ему о том, что его племянник Лот, который жил в Содоме и Гаморе, был захвачен в плен. Почему? Потому что было четыре царя, которые напали на Содом и Гамору, захватили в пленных, захватили имущество. И тогда Авраам собрал армию своих учеников и пошел освобождать Лота. На самом деле мы знаем, что освободив Лота, в частности, он также создал возможность, что у Лота будут потомки. И одна из его потомок – это Руд Мавитянка, которая приходит в страну Израиля, принимает иудаизм, становится прабабушкой царя Давида. Поэтому эта война была война о будущем, о будущем спасении всего мира, о будущем исправлении всего мира, о том времени, о котором мы молимся, что народы мира перекуют мечи на оралы и не будут больше учиться войне. Но тот, кто пришел и сообщил Аврааму о том, что его племянник Лот в плену, он имел совсем другое намерение. Он хотел, чтобы Авраам пошел на эту войну, у которого не было, казалось бы, шанса победить в этой войне. Он будет убит, а он, царь Башана, возьмет его вдову себе в жены. Намерение было Авраама убить. Результатом стала победоносная война и, вообще говоря, будущее всего человечества. И поэтому у этого царя Башана, или, может быть, если трудно представить себе, что он так долго жил, представим себе, что это его потомок, у него все равно остаются заслуги отцов. И поэтому Всевышний говорит, не бойся, следовательно, было чего бояться. Отсюда вывод, что даже в тех ситуациях, в которых намерение, казалось бы, было плохим, а поступок получился хорошим, у человека все равно есть заслуга. Вы только подумайте. Великий мудрец Рабихайм Шмулевич, который возглавлял Яшиву мир, и через весь Советский Союз вместе с Яшивой мир, тогда из Вильнюса, из оккупированной еще в тот момент, казалось бы, немцами, каким-то образом им удалось вырваться, или вот-вот немцы должны были войти тогда. И японский консул дал этой Яшиве, ее ученикам, и другим временем он давал визы выездные. И через весь Советский Союз они проехали, правда, оказались, в конце концов, в Шанхае, в Китае. И вот этот великий глава Яшивы мир, комментируя эти слова, приводит еще один пример, он говорит. А, например, посмотрите на слова Талмуда о том, что, например, в тот момент, когда Йосеф как бы подкладывает Бениамину, своему брату, свой бокал, и при этом он, Йосеф, как бы притворяется, что он министр Египта, который не знает своих братьев, потому что они продали его в рабство. Бениамин, правда, еще в тот момент не был, так сказать, при делах, он только родился. А тут, то есть он был маленьким, он не участвовал в продаже Йосефа, а другие братья продали своего подростка Йосефа, которому он был 17 лет, но сейчас, 22 года спустя, они его не узнают, а он-то их узнал. И вот он их ставит в подобного рода ситуацию, когда, казалось бы, другого их брата Йосефа могут оставить в рабстве в Египте, и он хочет узнать, уйдут они или они исправились, я знаю его поступок, и они будут отстаивать и защищать своего брата. Поэтому Йосеф подкладывает этот бокал Бениамину, потом его охранники за ушедшими со двора министра братьями бросаются вдогонку, говорят, что украден бокал, и они говорят, мы не брали бокала, конечно. Что же происходит? Они ищут этот бокал у всех братьев и в конце концов находят самого младшего Бениамина. Когда братья увидели, что у Бениамина нашли этот бокал, о, они подумали, неужели наш брат своровал, и таким образом он поставил нас всех в такую затруднительную ситуацию, что же с нами будет, может быть, мы все будем рабами. Конечно, они защищают своего брата, конечно, Йогуда готов отдать свою жизнь своего брата, в конце концов Йосеф раскрывается, и братья объединяются, но деталь этой истории такова, что пройдет много-много столетий. И потомок этого самого Бениамина, из колена Бениамина Мордыхай, во времена Пурима, истории Пурима в Персии, когда узнает о том, что на Девреме нависла смертельная опасность, он придет к дворцу царя Ахашвереша и разорвет на себе одежды. И мудрецы там говорят, а вы знаете, почему Мордыхай, потомок Бениамина, разорвает на себе одежду? Потому что он был наказан. А за что он был наказан? Он был наказан за то, что его прапрадед Бениамин, у него нашли бокал Йосефа. И когда нашли этот бокал Йосефа, то все братья в знак горечи и траура из-за того, что произошло, разорвали на себе бокалы. То есть разорвали на себе одежды. Они разорвали на себе одежды в знак траура. Говорит Рабхайм Шмулевич, подождите, но ведь у Бениамина не было никакого плохого намерения. Он вообще этого поступка не сделал, это только как бы из-за него это произошло. То есть ему подложили, и он стал как бы жертвой обстоятельств. И потому произносит тогда знаменитую фразу, формулирует знаменитую фразу Рабхайм Шмулевич, огонь сжигает, fire burns. То есть если происходит что-то в этом мире из-за тебя, даже не в том, что у тебя было намерение, но это как бы через тебя было послано, например, боль, то эта боль и вернется. Кто-то причинил боль, даже не желая того, это вернется. Точно так же, если кто-то сделал хороший поступок, например, сообщил Аврааму о том, что его племянник в плену, и Авраам пошел его спасать. Вне зависимости от того, какие у него были намерения, решает главное результат. Важен результат. И за результат человек несет ответственность. Эту фразу, эту идею сформулировал тогда Рабхайм Шмулевич. На эту тему как раз и задает вопрос замечательный ученик Ешивы с Айной Академи в Бруклине Шлома, который является сыном нашего ученика, который уже там учился. Он говорит, известно, что трактат Авода-Зара, который посвящен вопросам поклонения идолам, начинается с рассказа о том, что придет время и придет Машех. И действительно, все в мире будет проясняться, времена прихода Машеха. И тогда Всевышний захочет наградить всех тех, кто занимались мудростью Торы. И скажет, вот она Тора. Каждый, кто занимался мудростью Торы, мудростью познания, что такое хорошо, что такое плохо, познание добра и зла, каждый, кто занимался Торой, пусть придет и получит свою награду. Первыми, конечно, приходят народы мира, земляне. И говорят, мы строили мосты, мы строили амфитеатры, колизеи, и вместе с ними персы, греки и все остальные. Они строили? Конечно, они строили. И что происходило? По этим самым дорогам, по этим самым мостам шли евреи, когда они шли изучать Тору. И если бы мы не построили этих мостов, то они бы не могли изучать Тору. Поэтому мы, так сказать, способствовали, строили инфраструктуру, и благодаря этой инфраструктуре евреи могли заниматься Торой. Ну вот, например, представьте себе, скажем, Facebook. Вот кто-то, например, говорит по Facebook о Торе, а кто-то слушает и набирается мудрости. Придет Марк Цуперберг и скажет, теперь давайте мне награду, потому что это благодаря мне кто-то может изучать Тору сейчас. А если бы нет, кто-то находится, может быть, где-то в Украине, кто-то находится в Израиле, кто-то находится в Европе, кто-то находится в Америке, в разных частях света. Кто-то может сказать какие-то слова Торы, и эти слова Торы расходятся по всему миру, благодаря Facebook, или благодаря YouTube, или благодаря WhatsApp, или каким-то другим системам, мостам и дорогам современности, благодаря которым можно изучать Тору. И придут эти люди и скажут, дайте нам награду, потому что благодаря нам изучали Тору. Отвечает тогда Талмуд и говорит, намерение было у вас совсем другое. Всевышний ответит, какое было у вас намерение? Взимать налоги, то есть делать деньги. У вас было то, что в Америке говорят, for profit business. У вас была сплошная коммерция. Вы строили это только для того, чтобы зарабатывать деньги. И у вас не было никакого намерения распространять свет и добро в мире. Поэтому вам эта награда не полагается. Спрашивает Шлома, подождите, из истории с царем Башана, мы понимаем, что дело не в намерении, а дело в результате. В то время как здесь, почему тогда речь идет о награде, в первую очередь говорят о намерении. Намерения было делать что-то хорошее, получите, не было, вам не полагается. Как же так, как может быть? Когда я услышал вопрос, из Комо Шлома, потрясающий вопрос. Я пойду домой, подготовлюсь, ты пойди домой, подумай, подготовься. Я действительно продумывал эту ситуацию, эту историю и начал свое выступление в субботу в синагоге с того, что у нас есть замечательная семья, и вот папа и сын, папа наш ученик, и сын учится в той же школе, и у сына есть вопрос, сказал, иди сюда, Шлома. Я попросил Шлома выйти, и он перед всей нашей общиной задал свой вопрос. Я бы сказал, окей, Шлома, а какой у тебя ответ? И он говорит, какой у меня ответ? Он говорит, я думал на эту тему, и мой ответ следующий. Он говорит, что там, где речь идет о этом мире и награде за поступки в этом мире, то там действительно решает результат поступка. А там, где речь идет о награде, когда придет машина, то есть в мире грядущем, то там дело в намерении. И я пришел к тому же самого вывода, я сказал, какой потрясающий, замечательный ответ. И для того, чтобы этот ответ как бы нам понять, я в тот же момент сказал, я предлагаю задуматься вместе с нами. Действительно, в этом мире, который называется Ойла Мамайсе, это мир действий, в этом мире действительно самое важное и самое главное, это сам поступок и его последствия. Например, голодный умирает с голода. У тебя могут быть самые лучшие намерения, но если ты ему не дал кусок хлеба, не накормил его, он умрет. И этот же самый человек, у тебя могут быть самые плохие намерения, но если ты его накормил, для того, чтобы прославиться или еще чего-то, какая нам разница? Главное, что этот голодный не умер. Поэтому в этом мире действительно у человека заслуга или, наоборот, наказание в зависимости от того, что он делает в мире действия. Однако, мир будущего, мир, мы называем это миром Машиаха, мир грядущий, это мир мысли. И в этом мире действительно важным или важнейшим является намерение. Что означает? Намерение перед небесами, потому что небеса знают суть твоего поступка. Для того, чтобы проще как бы понять это, ведь человек определяется тем, кто он есть внутри своей души. И намерение определяет суть самого человека. То есть, когда мы даем кусок хлеба бедняку, мы этим спасаем его от смерти. В каком-то смысле помогая его жизни. То есть, определяем его судьбу. Хотя, конечно, его судьба в руках Всевышнего. Мы только его послание. Но, тем не менее, мы можем влиять на окружающий нас мир поступками. Но при этом мы, конечно же, определяем себя, свое собственное лицо, свою душу своими мыслями, своими намерениями. А эта душа вечно. И поэтому в мире вечности, в мире мыслей решающим является намерение. Теперь вывод отсюда какой? Что человек должен стремиться делать добрые поступки по любой причине. Мудрецы говорят, даже если он делает это не во имя благих намерений. Он выполняет доброе дело. Пусть делает какие бы у него были намерения, потому что благодаря этим поступкам его душа все равно будет возвышаться. И дай бог, чтобы он, в конце концов, пришел к пониманию того, что нужно творить добро ради самого добра. Поэтому делать добрые дела в любой ситуации не говорить «О, у меня еще нет полной чистоты намерений, поэтому я этой заповеди, этого доброго дела выполнять не буду». Нет. Делать нужно по максимуму того, что мы можем делать. Однако стремиться нужно к чистоте намерений. Я хочу добавить еще одно мгновение вопрос, который занимал меня какое-то время. Говоря уже, так сказать, о руд Моавитянке, о всей этой истории, то ведь там важным элементом этой истории был царь Балак. И вот когда на пути евреев, возвращающихся из Египта в Израиль, стоял царь Башана, там был также и царь Моава Балак. И Балак не хотел пропускать евреев. И говорят мудрецы, что он позвал даже, так сказать, экстрасанца такого пророка других народов из Медьяна Белама для того, чтобы тот проклял еврейский народ. А Белам говорит, ты знаешь, я просто так не могу, давай-ка вместе будем здесь строить жертвенники и возносить жертвы Богу. И что делают они? Таки, да, Балак по указанию Белама строит жертвенник, на котором возносится жертва Богу. И говорят мудрецы удивительную потрясающую ошеломляющую вещь. Они говорят, как это так? Руд Моавитянка является потомком или потомкой прапрапра, так сказать, дочерью, да, внучкой, праправнучкой царя Балака, того самого царя Балака, который хотел проклясть евреев и уничтожить еврейский народ. Она является его прямым потомком, из нее выходит царь Давид, а из царя Давида выходит царь Соломон, который отстраивает Иерусалимский храм. Давид строит Иерусалим и делает Иерусалим столицей Израиля, вечной неделимой. А его сын Соломон строит Иерусалимский храм, который возносится жертвы Всевышнему. Спрашивают мудрецы, как это может быть? Негодяй Балак, который хотел уничтожить еврейский народ, удостоился тому, что его намерения привели его к тому, что он возносит жертвы Всевышнему, а из него выходят великие люди, Давид и Соломон. Говорят мудрецы, потому что он, Балак, первым вознес жертвы Всевышнему, он удостоился, что его потомком становится царь Соломон, который строит Иерусалимский храм и возносит там жертвы Всевышнему. Когда вы слышите, это, казалось бы, повергает все, что мы сказали, правда? Нет. Очень тонкая здесь мысль. Мы говорим, у него Балака есть награда, он хотел евреев уничтожить. Представляете, как он ощущает себя в могиле, он, наверное, переворачивается, он посвятил свою жизнь уничтожению евреев, и он даже жертвенник для этого построил, а его праправнук царь Соломон в Руссалимском храме, построенном им, возносит жертвы во благо того народа, который он, Балак, хотел уничтожить. Пример тому, представляете себе, немецкие преступники, которые убивали его во время Холокоста, их дети или внуки ощущают чувство вины. Некоторые из них, я знаю таких людей, жертвуют свою почку какому-то еврею в Израиле, чтобы спасти его жизнь. Представляете себе, скажем, дочка какого-то фашиста-убийцы, она отдает свою почку израильтянину, потому что хочет помочь еврею. Вы спросите, как этот фашист удостоился того, что у него такая дочка или такая внучка, которая спасает жизнь еврею. Он евреев убивал, а его внучка еврея спасает. Он жизнь не отнимал, она жизнь не дает. мы считаем это наградой, но с его позиции убийцы, посвятившим убийство евреев в свою жизнь, это самое большое наказание. Это самое большое наказание. То же самое с Балаком. Тот, который хотел уничтожить евреев, эти его усилия переворачиваются и они превращаются в благословения для еврейского народа. Аман хотел евреев уничтожить, а его потомки заседали в собраниях мудрецов Сангедрина. Он хотел главного мудреца Сангедрина Мордыхая повесить. Его собственные праправнуки стали мудрецами Сангедрина. То есть мы видим удивительный факт переворачивания. Мы спрашиваем, как-то так эти негодяи у них такая награда, что они таким образом награждены, что у них великие потомки. Дай Бог, чтобы многие раввины или праведники заслужили такого. Для них, для этих негодяев, с их тех позиций это не награда. Поэтому некоторые говорят, один мне сказал замечательный потрясающий раввина, лектор русскоязычный Раф Цвипатлас. Он сказал, когда он был в Германии, из синагоги в синагогу ходил в Германию давать уроки. И видел многих немцев, которые приняли иудаизм. Настолько, что между собой в синагоге смеются и говорят, слово Германия на иврите Германия, Germany по-английски, на иврите Германия. Некоторые говорят Гер Мэния или Гер Мания. То есть, слово Гер это тот, кто принимает иудаизм. В самом слове Германии как будто сокрыта эта идея того, что они становятся евреями. Я помню, что главный раввин Хайфского университета в какой-то момент был Гером, то есть, перешедшим еврейство немцем, который стал духовным руководителем Хайфского университета. Итак, друзья, мы с вами обсудили тему поступка и намерения, и мне кажется, что каждый раз в молитве, когда мы будем молиться, говорить «Бы Тайер Либейну Бамитсватеха», очисть наши сердца, чтобы у нас были чистые сердца, исполняя твои заповеди, имеется в виду чистота помыслов, потому что любой поступок, который мы делаем, если мы делаем это, потому что мы любим людей, потому что мы любим свой народ, потому что мы любим Тору, потому что мы любим Всевышнего, потому что мы любим истину, поскольку она истина, и не делаем это из-за каких-то корыстных целей, то мы прежде всего поднимаем себя, и это дает нам силы делать еще больше добрых дел. Всего хорошего вам, и хочу благодарить Шлома, который задался вопрос, и Моши, который воспитал такого прекрасного Сына. Всего вам доброго и шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok